Музыка Легкие хрустящие палочки из трех видов муки Пшеничный, рисовый и овсяной Внутри печенья нежная начинка из сахарной пудры с ароматом крем-брюле Такое аппетитное кондитерское изделие изготавливается в Алматы Как и из чего делают лакомство для сладкоежек, смотрите прямо сейчас Производственный процесс начинается с приготовления сухого замеса В специальную машину-миксер засыпают муку, сахарную пудру и сухое молоко Масса тщательно перемешивается в течение двух минут В другом котле изготавливается крем из сахара, сливочного масла и ароматизатора Готовые компоненты поступают в экструдер В воронку засыпают сухую смесь, именно здесь формируются палочки Внутри экструдера идет процесс взрывания и сухая смесь сдувается Отжимается вся влага, благодаря этому тесто приобретает хрустящую текстуру Крем постоянно перемешивается и заливается в трубочку, образованную из теста Непрерывающаяся трубочка проходит через вальцы и срезается при достижении нужной длины Затем они по транспортеру отправляются на следующий этап Сформированные палочки идут в печь При 70 градусной температуре палочки полностью сушатся и выпекаются Приготовленные палочки идут на фасовку Их собирает в коробку, которая затем проходит в термостат и заворачивается пленкой Завершающий этап – маркировка Здесь штампуется информация о дате изготовления и сроке годности печенья Продукт готов к отгрузке А это производство вафельных трубочек В его основе также только тесто и крем Но готовятся трубочки по другой рецептуре Используется мука, вода и сироп Крем варится из сахара, сливочного масла, ароматизаторов и какао 20 минут и крем для трубочки готов Составляющие компоненты под трубом поступают в машинку Здесь горячий барабан тонко раскатывает тесто и сразу же выпекает его Тесто скручивается в трубочку, затем заправляется кремом Завершающий этап – фасовка по коробкам Здесь работа выполняется вручную, поскольку вафельные трубочки очень хрупкие Субтитры создавал DimaTorzok Материнская плата Всего два десятилетия назад это словосочетание могло вызвать недоумение А сегодня оно прочно вошло в наш обиход А все потому, что повсюду нас окружают компьютеры и гаджеты Ни одно современное устройство не будет работать без материнской платы В Казахстане их тоже производят и используют в военной электронике Как их делают, смотрите в следующем выпуске программы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok